добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здорово с нами и сегодня мы с вами поговорим про витамин d мы знаем много витаминов про витамин d любого спроси все говорят что для того чтобы салса витамин d нужно солнце это правильно и еще говорят что если не хватает витамина d то будет рахит это тоже как бы правильно скоро уже сто лет как открыли этот витамин d его открыли в 2022 году вот и что мы о нем знаем и что мы о нем не знаем вот витамин d да это когда его только начали изучать то больше всего внимание следователей было сосредоточено на причинно-следственной связи то есть сегодня известны это между дефицитом данного витамина и развитием рахита у детей однако впоследствии было установлено что роль и функция витамина d значительно шире потому что как бы бывает вот что человек например правильно питается и у него нет недостатка у некоторых вроде правильно питается и на солнце бывает и у него есть недостаток то есть здесь очень много причин поэтому что мы должны знать о витамина d наибольшее значение в медицинском плане имеет два из них потому что их несколько этих витаминов d да вот два это эрго кальциферол то есть витамин d2 и холикальциферол это витамин d3 давно установлено что эти вещества регулируют метаболизм кальция и фосфора в организме стимулируя процессы всасывания и усвоения данных макроэлементов тонким кишечником кроме того несомненной была роль солнечного света точнее ультрафиолетового его регистра процессах образования эндогенного витамина d в коже отсюда возникло лирическое прозвище солнечный витамин однако она применима не ко всей группе d от лишь к одной форме холикальциферолу эрго кальциферол не может попасть извне он попадает к нам только с едой иными словами от d витаминового дефицита люди страдают и в африке где очень много солнечного света но иногда бывает так что дети крайнего севера могут быть совершенно здоровы последние десятилетия в отношении витаминов d было осуществлено множество исследований выявивших ранее неизвестные аспекты биохимического поведения всей этой группы веществ прежде всего были обнаружены соединения предшественники провитамины высокомолекулярный стероидный спирт эргостерин из которого арга образуется эрго кальциферол и содержащийся в коже сейчас я здесь на картинках покажу и содержащийся в коже 7 дигидрохолестерин провитамин холикальциферола однако и сам витамин d строго говоря является не конечной формой а провитамином поскольку для его трансформации в активные соединения кальцидиол и кальцитриол которые в сущности и следовало бы называть витаминами d необходимы дальнейшие биохимические реакции в печени и почках то есть вот мы вот здесь видим до печень почки то есть вроде все кажется так просто но видите нужно чтобы через свет к нам поступало и через кожу и через еду вот это все вместе и только потом через печень все это у нас усваивается постепенно появлялись и уточнялись новые данные процессах экстракции ионов кальция и фосфора в тонком кишечнике об их резорпции это обратное поглощение и усвоение костными тканями а депонирование то есть накопление про запас жировой ткани была открыта иммуномодулирующая и иммуностимулирующая функция эрго кальциферола специфические которому рецепторы находятся во многих тканях доказана цистостатическая функция витамин d в значительной степени блокирует пролиферацию разрастания опухолевых клеток появляется сообщение согласно которым при нормальном содержании витаминов этой группы риск развития скажем рака кишечника снижается в четверо то есть чтобы человек не заболел раком кишечника ему нужно чтобы у него витамин d был даже больше чем в обычном состоянии понимаете вот все как вроде бы просто и сложно активно исследуется возможность применения витаминов d в терапии псориаза кости опороза ожирение сердечно-сосудистых заболеваний для торможения возрастных изменений в тканях профилактики болезни альцгеймера эволюционных деменций и демилинизированных заболеваний состоянии мышечной слабости и так далее однако оценивать эффективность такого лечения пока рано и в то же время витамин d и витамины группы d стоят еще немало загадок с учетом сказанного так вот здесь по картиночке что у нас вот видите метаболизм да с учетом сказанного их и витамины назвать скорее всего по исторической традиции чем по сути с одной стороны это промежуточная биохимическая форма но с другой принимая во внимание обилие функции способность активировать тканевые процессы часть специфические клетки рецепторы во взаимодействии с тироидными и пара тироидными гормонами витамин d ведет себя именно как гормон то есть как регулятор а не как катализатор примечательно что при всей важности витаминов d до сих пор в точности не установлена какая собственно их концентрация для человека нормально и в каких пределах допустимо а какая заведомо болезнетворно избыточно или недостаточно определенные трудности возникает и с измерением их концентрации на сегодняшний день более-менее надежным считается предложенный в 2010 году анализ содержания одной из конечных форм 25 гидрокси холекальциферол он же кальцидиол в сыворотке крови исследования и дискуссии продолжаются поэтому дефицит витаминов d гиповитаминоз d или в наиболее тяжелой степени а витаминоз d понятие достаточно условное и надежно судить о нем можно преимущественно по климическим проявлениям которые в свою очередь могут быть чрезвычайно разнообразными и имитировать клинику множество невитаминных заболеваний кроме того употребляемые в литературе критериальные понятия гиповитаминоз недостаточное потребление риск недостаточного потребления риск дефицита отнюдь не одинаково по смыслу очевидно что этот риск тем выше чем ниже в регионе ежегодная инсоляция облучение солнечным цветом и россия относится к предрасположенным регионам следует однако отметить что разброс этих оценок в различных по составу выборках возрастных гендерных профессиональных клинических чрезвычайно велик и простирается от 2 до 5 2 5 процента до 90 и выше что мы должны из всего этого сказанного понять просто разберем вот эти вот наши таблицы да то есть мы должны понимать что витамин d2 витамин d3 это все как бы при пред витамины или провитамины и они должны у нас присутствовать в организме и для то это мы должны восполнять вот например да вот здесь написано витамин d кальциферол в чем он есть зародыши зерновых пивные дрожи рыбий жир и яйца молоко вот потребность да но это минимально она мог быть намного больше и что она регулирует теперь вот здесь написано что мы здесь видим до витамин d к витаминам группы d относится d2 d3 d4 d5 d6 вот но хотя основным считает у нас d2 и d3 и основная функция витамина d это обеспечение нормального роста и развития костей предупреждение рахита и остеопороза и вот как это видно по нашему организму по состоянию человека что он на что он должен обращать внимание вот например проходит происходит какой-то стресс это относится ко всем витаминам и микроэлементам да происходит какой-то стресс у нас организм наполняется кислотами вырабатываются кислоты их нужно срочно нейтрализовать и организм начинает для нейтрализации использовать первое что он использует дыхание да выбросы но это не хватает у нас во-первых гипоксия не хватает воздуха человек мало двигается и неправильно дышит потом вторую что во всем организм у нас нейтрализуют токсины это газы вывести газы то есть чем должен хорошенько пропукаться но человек за секунды все это сжимает потому что непонятно где находится до помещение там на работе в транспорте еще где-то и а это же все доли доли секунды и тогда организм выбрасывает это через под нейтрализуя и забирая как раз вот эти самые микроэлементы и витамины и все 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 вот это что нужно из наших костей и зубов и получается там не только кальций магний как у нас говорят да а видите вот здесь написано что здесь у нас кальций больше связан с фосфором и вот это все вам нужно восполнять а вот здесь еще написано что витамин d влияет на общий обмен веществ это единственный витамин действующий как витамин и как гормон в то же время витамин d3 участвует в регуляции артериального давления сердцебиение потом препятствует росту раковых клеток но с другой стороны если его не переизбыток или не хватает рост идет то есть мы должны понять самое главное что нам нужно восполнять дефицит витамина d то есть сыроедом надо все-таки немножечко что-то есть для того чтобы было восполнено потому что не во всех он уже во фруктах не находится он в основном находится если вы здесь внимательно посмотреть да то он у нас в основном находится видите молоко масло яйцо то есть вот в таких вот продуктах растительные масла каком-то количестве есть нет здесь рыбий жир рыбий жир яйца молоко пивные дрожжи ну зародыши зерновых муты и вот только этим вы не восполните поэтому будьте внимательны к своему здоровью особенно сейчас вот на этом карантине когда люди очень много сидят в помещении и не бывают на улице на ужина выходить и не просто выйти когда именно прохладно а нужно выходить на солнце чтобы солнце к нам на кожу поступало и чтобы мы восполнили через кожу свой витамин d будьте здоровы оставайтесь с нами спасибо до свидания